Продолжение следует... Чемпионат проходит на GFINITY Арене и пока что он только-только начался. Собственно говоря, начался вчера с 5-часовым дилеем, после чего были сыграны первые матчи. Сегодня мы смотрим сейчас встречу, которая была перенесена со вчера. Ну и далее нас ожидают еще 3 BO3 игры. По сути, группы выглядят достаточно интересным образом на этом ивенте. Самое главное, наверное, стоит отметить, что без проблем практически сегодня все было нормально. Так, не пито, пиф. Пиф-паф. Вот мне пишут в Twitter. twitter.com.sl4mtv. Я, кстати, там. Ну что ж. Начало положено, друзья. Live коэффициенты на ваших экранах. И GamingBet сдавал 3.43. 3, по сути, на команду Orbit и 1.206 ставка была на команду Cloud9. Cloud9 проигрывает первую карту и, собственно говоря, для всех нас это весьма интересная и, возможно, отчасти неприятная неожиданность. Так, Скитон завтыкал на респе, написал хэфэ и первый минус у нас получает Шраут. Опять же, ошибка от пифа. Поджим ковров, как я понял, или это был минус на центре. Опять же, непонятно, не показал нам автодиректор. Ну и дальше Cloud9 продолжает атаковать через ковры. Тем самым, кстати, ставит немножко в тупик шведский дефенс. Тем не менее, есть поджим с Бэплэнта, который тоже может сыграть 3 в 5. Это еще принимается. Вот, наверное, сейчас такого мнения шведы о своем поведении. Тем не менее, два фрага практически бесплатно достались. И своей сконцентрированной пистолеткой американцы показывают, что сдаваться не собираются. И 2-0 они никак не хотят по картам получить. Печально, конечно, то, что у них не зашло на кэшу. Такое хорошее начало, такая вроде борьба. И как бы перестреливали в первой половине. Но Гилберт, набив свои почти 40 фрагов, все равно уступил. Ну что ж, занимается аплэнд. Опять же, орбит играли, будучи растянутыми. Принять такой выход, сами понимаете, очень тяжело. Ну и единственное, что может сделать здесь Кита, надо подрихтовать немножко своих соперников. 7 фиса забрался, Гейрис его сразу же не отпускает. Счет становится 1-0. И орбит должны отвечать пистолетами. Какие будут пистолеты, пока не ясно. Просто не ясно. Что ж, матч продолжается. Вот. Один-второй армору, Пифа, Роук тоже на арморе. П-250, два 5-7 в стеке. Опять же, Мэкси показывает нам отсутствие армора, что будет копить на АВП. А вот здесь интересная перестрелка может получиться. Опять же, Шазам. Нет, гранаты прогоняет. Ну, почти настрелял. Опять же, начало положено с новой американской командой. Шведы играют вот такую вот перетяжку интересную. Это какой-то потолок любезности на Б-планетевых исполнений. Посмотрите. Перетягиваются. И будет попытка угадать направление атаки. Первая двойка должна сейчас выходить и умирать. Все, 2 в 4. И тут без шансов, как видим. Гилберт. Боже мой! Всех собрал! Всех собрал! Ну, Гилберт сегодня хорош. Просто хорош. Тем не менее, его команда первую карту проиграла. Матч продолжается. Ну, что ж. Ну, все или ничего. Сейчас здесь будет для Cloud9. Один момент. Давайте вот так вот сделаем. Начало, по сути, положено. Что ж. Дугу занимают два игрока. Сгерс, Гилберт. И отталкиваться будут, опять же, от сплошной прагматики. И в ответ защиты играет укрепление. Давайте посмотрим деньги Мэкси. Ну, вот Мэкси это тот парень, которому просто сейчас не хватает. Ему не хватает фрагов. Опять же, на первый девайсный раунд этот парень сыграет без АВП. Посмотрите, какая интересная схема выхода на Б. Просто спокойненько до контакта. На шифтах под дым никаких проблем. Ну, и решили выкуривать джампи. Не забывают прочекать Темку. Тем не менее, Мэкси все-таки сделал свой минус. Мэкси уже играет отход. Будет ли второй фраг? Нет. Второго фрага не дает сделать с Гейрс. Ну, и тут... Ну, Пиф будет ловить игрока, который должен сыграть роль ловушки. И, по сути, шведы здесь читают поведение своих соперников. А вот Скиттон отправился на Б-плэнт искать... Ну, в поисках приключений, как Индиана Джонс. Нашел на свою голову с Гейрсом. Дальше... Дальше все становится абсолютно понятно. Тем не менее, минус два, ребята. И с Швецией смогли сделать против этого девайсного. Ну, и есть деньги на ВП. Самое главное, есть деньги на ВП на первом девайсном раунде. Именно это ВП. Покажет нам, что к чему. Ну, или где раки зимуют, я даже не знаю, друзья. Так. Мэкси. Без результата. Ну, вот могло быть хорошее начало. Но, опять же, не дошло. Тем не менее, ошибка есть. Ошибка есть. И медленное занятие ковров приносит Мэкси первый фраг. Опять же, американцы поддатливо сейчас разыграли. Вы знаете, судя по темпу игры, здесь мы увидим, наверное, такую же напряженную катку, как и на карте TheCash. Давайте снова смотреть за Мэкси. Опять же, позиционирование от этого игрока. Это одна из самых важных ролей на Аппленте. От него зависит, убьет ли он ковры, примет ли он двадцатку, сыграет ли в размены, не пропустит ли крысу на Б-плент. Вот, например, таким заходом с медла можно это спокойненько было бы реализовать. И американцы, на самом деле, по-моему, настроены максимально оптимистично. Вот что это за перетяжка, абсолютно непонятно. Как по мне, это какая-то... То ли они боялись на центре натопать, то ли еще что-то. Но игра до контакта продолжается, что у команды Орбит, что у команды Клоуд Найн. Выход на Б2 в 4, и топот должен был сейчас слышать Роуг. Начинается раскидка, уже должен дергаться Мэкси. Да, Мэкси дергается, ну и давайте смотреть, зайдут ли на Б или нет. Ой, какие хорошие молотовые в исполнении игроков нападения. Без шансов для Роуга и без шансов для Джампи, при том, что Мэкси успевает все-таки занять церковь. Будет ли... Нет, минуса мы здесь спонтанного не увидим. Но опять же, четкие дымы, ситуация 3 в 3, бомба стоит, на ошибку идет Мэкси, не чекает право, надо выкуривать дугу, чек Б3, Б3 пустое, на кафеле есть игрок атаки. Ой-ой-ой, но здесь просто трипл-аррор в исполнении команды Орбит при попытке ретейка. Без единой гранаты заходили на точку и 4 безответных раунда пока что на табло. Тим Орбит стоит задуматься на средней стадии раунда. Все-таки медленная перетяжка от американской команды была не просто так сделана. И мы с вами в этом убедились. Что ж, Клоуд Найн. Два игрока под Б, два на дуге, один остается с ямы, два под Б также есть у Орбит. Укрепление будет на троих разыграно, скитон приходит с флешкой. Ну, либо это выпад на тайминг, что было бы весьма... Весьма возможно неожиданно, но судя по поведению игроков атаки, до этого здесь просто не дойдет. Мэкси, хорошее начало, дадут уйти. Да, дают уйти, нет размена на коврах, Семфис испугался. Выходите забирать вошедшего в раш Мэкси. Отбросил гранату, спалил свое местоположение. Ну, и я не вижу здесь ни одной проблемы сейчас для Тим Орбит, чтобы зарашивать бой. Вот после минута пода понятно, что будут делать размены. Но не хотят собирать инфу, хотят играть безопасно и просто скитон стягивается обратно на... Ну что, 3 в 2 классическая расстановка для шведов. И пистолетов, по сути, у них здесь сильных нет. Им предложить сейчас будет практически нечего при приеме. Клоуд Найн могут пройти спокойненько через длину. Она же зелень, она же арка, она же библиотека. Да, вообще без шансов. Ну и тут уже вряд ли сыграет какое-то мастерство индивидуализма от игроков защиты. Потому что они просто прошли, сели и ждут. Чтобы выигрывать пистолетные раунды, нужно чуть побольше инициативы, как по мне. Но пока шведы пытаются играть, увидел, хочу убить, не могу, не получилось. Увидел, хочу убить, не могу, не получилось. Это на самом-то деле большая проблема для них. Очень большая проблема. Вот такая американская команда стреляет на уровне. Что ж, сейв девайса от джампи. Еще одна отдача. И, собственно говоря, экономика должна вернуться сейчас шведам. И будет вторая попытка взять очередной девайс на раунд. Пока напомню вам, что коэффициенты на CSGO Longe на эту встречу были следующие. 79% верило в победу команды Cloud9. Оставшиеся 21% поставил на орбит. И победитель этой пары, кстати, что самое важное, играет с командой Virtus.pro. Параллельно уже должны начинать играть Gamers 2 против Property и Nip против Envis. Вот, кстати, Nip против Envis, по-моему, это все-таки на пятом канале будет, да. Начало там, правда, через час. А встреча Gamers 2 и Property тоже непонятно. Когда начнется. В общем, из-за того, что вчера налажали с расписанием организаторы, и налажали вообще с проведением первого игрового дня, сегодня мы попадаем с вами в абсолютно непонятную ситуацию. Скитон. Ну, хорошая флешка, и есть первый. Но невнимательно играет против ковров, не ожидая видеть там Семфиса. Размен 4 в 4, раскидка 20-ки, закрытие больших песков. Но атака не торопится. Американцы не торопятся, пытаются маневрировать, раскидав аплент, избавившись почти от большинства гранат. Они разворачиваются, идут на шифтах на B. На B есть позиция у Рогу, он остается на дереве в Аркаде. Дым, дым Рогу, дым Рогу. Это будет просто фантастика, друзья. Он закроет. Ой-ой-ой. Он закроет. И Рог есть минус. Его, правда, все равно через дым. Ну, вот чуть-чуть, секунды не хватило, чтобы дымом закрыть эту перетяжку. И, кстати, дым, по-моему, вообще не долетел. Да, дым не долетел, к сожалению, для Рога. Тем не менее, атака на B плент уже не получится. Американцы передумали. Снова разворачиваются на специфическое качель. И Орбит к этому не готовый. Пиф боится принимать один. Пиф понимает, что здесь просто без шансов. Попытка сыграть на АВП от Мэкси. Бомба ставится глубоко в пленте. Американская команда не рискует. Остался, кстати, самый сильный стэк по результатам первой карты. Вот для таких раундов. Это Шазам плюс Гилберт. Один взял последний раунд вилл матч на овертайме, а второй просто 40 фрагов почти набил. Два в два. И, по-моему, тактическое маневрирование команды Клоуд Найн совершенно... Ну, если... Это просто было красиво, согласитесь. Это просто было красиво. Клоуд Найн вертят, как хотят, своими оппонентами. Обращу ваше внимание на экономику. У американской команды 10 тысяч, 8, 100. Экономика шведов просто рухнула. Мэкси продолжает питать иллюзии по поводу своей стрельбы с АВП. Ни одного первого респауна на АВП за три девайсных раунда. За два, вернее, пардон, за два. Он не смог реализовать. Попытка номер три. Дроп от джампи. Слишком быстро. Слишком быстро выходит американская команда. Тем не менее, интрига есть на Б-пленте, друзья. Попытка захода. И, по-моему, здесь вообще размен похожий ни на что не похожий. Размен, который не поддается логике. Тем не менее, 3 в 3 Б-плент открыт. И Клоуд Найн ставит очередную бомбу в этом матче. И пока на карте Инферно мы видим только одну команду. И это команда из Северной Америки. Эх. Сейв девайсов. Опять же. Снайпер, конечно, у шведов не работает. Просто не работает. Защита Б-плента в упоре не работает. В атаке... Ну вот, может, в атаке, конечно, себя Орбит проявят как-то. Но, судя по матчу, мы видим, что Клоуд Найн полностью контролирует процесс на этой карте. Опять же, три полуфейк раунда. Вот они просто берут, и шведы никак не могут догадаться, что мы делаем не так. Проблемами попахивает. Интересно, тут в твиттер пишут, почему у тебя такой траур. Друзья, траур, потому что, во-первых, сижу очень неудобно комментировать на гарнитуре, в которой просто нельзя так комментировать. Это очень бесполезное занятие. Но ничего с этим не поделать. Приходится выкручиваться. А второй момент, то что первый день турнира был просто профокаплен организаторами, а второй день турнира выглядит вот так же, как и первый, собственно говоря. Так. Закидка зелени. Ну вот, шведы на этот раз пробуют сыграть без растяжки на Апленте, хотя в нужный момент просто растянулись, и вместо ретейка двадцатки мы с вами видим, опять же, пассивное закрытое сидение одного игрока на Аплент стягивает. И Клоуд Найн в мященстве снова делают то же самое. Они могут развернуться и уйти на Б-Плент. Вот им сейчас здесь абсолютно ничего не мешает для этого. Тем не менее, Орбит пользуется опытом, полученным за предыдущие семь раундов от атаки. Но, о-ля-ля, друзья, вот это выпад! Шазам плюс Нофинг плюс Шон Гейрс, и мы видим проход на Аплент через 15. Два в Пленте, номер семь будет ключевым в этих действиях. Семфису нужно было открыться как можно быстрее. Все, Пит убили, надо разменивать Плент. Ага-га-га, вот это провал для американцев. Просто фейл, фейл на фейле. Игрок с Плента просто делает минус три, на него даже не посмотрели. Четвертый разменял, все слишком поздно. Семфис анти-тимплей на действиях ковра, хотя должен был выщелкнуть Плент и прикрыть бомб керри, но и до этого не дошло. Один семь, и Тим Орбит смогли размочить счет только спустя восемь раундов. Начало камбэка или начало конца, я не знаю, как это можно описать. Так, опять же, очень интересно развиваются события на дуге. Вот так вот. Отличная 2D на каре, друзья, прострелы в ответку. Ну и после этого минуса немножко клудна и нашарашена, как это было сделано. Они не понимают, что пошло не так. В этот момент на Апленте Семфис уже приступил к действиям вместе с Шраудом. Шазам приходит на помощь и будет попыткой занять оглавки. Орбит готовый. Но все равно они очень плохо чувствуют скорость американцев. Вот, видно. 3-2 по позициям, 3-1 разыгрывает атакой. Это может, в принципе, создать иллюзию выхода на Б-Плент. Но посмотрите, решили все-таки более прямолинейно сыграть. И вся команда перестраивается на ковры, при том, что перестраивается всей, да, всей бандой. Это будет попытка сыграть так называемый десант. О-о-о-о. Тут, ну, перво забрали. Теперь надо пройти Скитон, его прикрывает Мэкси. Мэкси закрывает на уровне. Скитон остается в Пленте, его пытается высыпать 3 в 3. Должен быть заход в спину, хоть какой-то Плент горит. Все горит, ничего не поделать. Спрейдаун, Скитон минус, есть 2 в 1, Шрауд. Установка бомбы. Тем не менее, есть зазор. Роук не увидел, не увидел Кэрри, дым спасает его. И Роук может сейчас выйти не совсем удачно, но... Но совершает ошибку игрок атаки, оставаясь на месте. Становится легкой добычей перекрестного выбивания. Это 2-7. И на волоске от смерти Тиморбит берут еще один раунд. Не давая команде Клоуд Найт взять первую половину. 3-6-5-0-5-9-5-5-4-3-8-4. Вот за такую серию раундов, конечно, экономика, может быть, и стала более-менее рабочей для американцев. Тем не менее, они играют сейчас 1 за 2. Если не ставят бомбу, то точно 1 за 2. А вот у Орбит... Ну, Тиморбит только-только сейчас могут наслаждаться своими выбиваниями в последних стадиях раунда. Потому что гранат из-за отсутствия денег у них... Большую часть раунда в первой половине мы не видели. Что ж, выпад под флэш от Роуга. О-ля-ля! Тут даже флэшки было не нужно. Два сами пришли с Азамс Гирс. Шон Гирс. Грубейшая ошибка. Грубейшая ошибка при парном выходе на Б-плэнт. Недооценили немножко шведские позиции. Американская команда остается в меньшинстве. Третий раунд к ряду. Вот это уже похоже на заявку. Тем не менее, Тиморбит любители совершить ошибки. И все может произойти в пользу американцев. Американцы, посмотрите, какой раунд выбирают. Отправляют одного Семфиса. Тот фейкует 15. Его чекают. Горит молотов. А Шраут с Гилбертом, по-моему, решили просто пойти до конца на Б-плэнт. Ну, слишком грубо. Опять же, слишком грубо играют. Опять в два. Ну, теперь нам с вами понятно, кто здесь тот. 3-7. Тут уже из-за отсутствия выбора просто вышли на Б-плэнт. Ну, тоже, знаете, вот логика раунда в меньшинстве отклонная непонятна. Они, скорее всего, вот раунд пытались строить изначально как-то более конкретно в свою пользу. Но из-за разменов не получилось. И потом мы видим очередной тактический тупик. Очень странные дымы. Непонятно, на что они рассчитывали. Пытаясь убить сначала Хелпу. При том, что они понимали, что там есть АВП, который может стоять с той же самой Хелпы. Ну, что ж, с агрессии под Б начинается этот раунд для двух коллективов. Джампи заменяет в упоре Роуга, который получил свое. Тем не менее, Семпи состался жить. Ну и раунд похож здесь больше на Тим Толк со стороны североамериканского коллектива. Поджимы на Б продолжаются. Джампи просто не отпускает никуда атаку. И Клоуд Найн чего-то ждут. Чего они ждут, абсолютно не ясно. Опять же, есть Молотов вот у Шона. И это, по-моему, Б-Плэнд. Да, это будет выход на Б-Плэнд. Все-таки решили после Дыма разыграть. Отжали первого. Джампи упал. Еще один красный остался. Мэкси. Ну вот Мэкси, конечно, сейчас успеет подойти на Б. Но если бы американцы рашили, по-моему, там был бы безответный минус. И провал для Роуга был бы очень значительным. Уходит в закрытую позицию. Мэкси остается с ним. Семпи снаш. Б-Плэнд, аж раунд перетягивается. И это, по-моему, финалочка. Да, это финалочка Мэкси занимает сразу же катушки. Но здесь уже на кафеле вся команда просто. С Северной Америки. Я не знаю как, но... Им удается принять все это безобразие. И Клоуд Найн едва-едва не поставили бомбу. Вот вроде нормально, забежали. Все можно поставить, черт возьми. Их вот так вот просто как... В общем, внимательность, по-моему, по ходу раундов ребята из Клоуд Найн так же теряют, как и шведская команда. Опять же, если вспомнить первую карту, там орбит были чуть более внимательны, как и Клоуда. Да, устали, устали. Ну, второй день турнира будет, да, напряженный. Ничего с этим не поделать. Так что ж, игра на центре. Шазам, Гилберт, Шангейрс, Шраут на второй медле, Семпес на коврах. Все стандартно для Клоуд Найн. Опять же, их расстановка сил вообще не меняется никак. Нет попыток занять быстро ковры, нет попыток сыграть быстро в медле. Ну, для разнообразия, возможно, мы их еще увидим, а возможно и нет. Что ж, Шазам законтрил Мэкси в центре. Перетяжка пошла у игроков шведской дружины. Скипт на плюс джемпе на медле. Опять же, опасные флешки со стороны игроков атаки. И три на... На 52 секунде. Ну, Клоуда просто отойдут. Просто отойдут. Что ж, дым под Б закончился. И вот сейчас не помешало бы его, конечно, продлить. Но у Роуга ничего нет. То он остается полностью пустой на Тэк Найне. Три игрока у него уже есть на дуге. Есть первая попытка зачекать тачку. Пиф. У Пифа нет дыма. Ну, по-моему, сейчас с Орбит просто могут отдать раунд. Только из-за того, что им нечего будет кинуть в ответ. Два молотова на позиции в упоре. Закрытые позиции также у Тим Орбит. При том, что очень отдаленные. Пиф плюс джамп. Так, джампи закрыл. Семфиса фейк убит. Клоуда заходит в точку. Просто ждут. Не ожидают увидеть. Пифа. И какой минус? Все-таки есть прорыв. Плантаж. Раунд приходит. Бомбу надо уже ставить. И да, они успели это сделать. В отличие от прошлого раунда. Они успевают это сделать. И Орбит просто... Ну, просто непонятно. О-ля-ля. А тут Шазам, конечно, с этой подсадкой. Клоуд Найн. Никого не убил, но напугал так как напугал. 8-4. Первая половина за командой Клоуд Найн. И сейчас болельщики американской команды, наверное, очень-очень рады. Потому что... Но спустя... Спустя серию... Они отвечают... Женгарс правильно произносится. И Шрауд. Ну, я стараюсь. Опять же, это тяжело. Хотя... Можно было бы и перевести. И было бы еще интереснее. Ну, тут нужен дабл. Или что? Джампи. Иксфайр. Вот, создали перекрестный огонь. Но дым, конечно же, всю замануху, которую сделали, забрил. Тем не менее, не без инициативы. Орбит продолжили. Аркады на полтора. И... Шон Гейрс остается последний. Ну, Шон, давай. Потей. Восемь-пять. Ну что, Шека и Камни в колеса. Хорошие флешки. Хорошие флешки у Орбит. Опять же, дугу не дали сейчас пройти просто так. Успела брить их элпа. И для Клоуд Найн выбор только один. Это уйти обратно. При том, что они забирают Мэкси в спине. Это шанс. Это шанс. Но боятся то, что там есть еще кто-то на поджиме. И посмотрите. Простой аркады под бэплент. Казалось бы, встали в жесткий тактический тупик. Но вот эта вот ошибка от Мэкси. И численное преимущество было перехвачено. Все, о чем сейчас стоит подумать. Это о том, что действительно стоит потянуть время американцам. И это даст им наибольшие шансы на девятый раунд. На четырнадцатом. Ну и какая будет инициатива? У шведов пока непонятно. Очень хороший Молотов. Это просто стоп. Это просто стоп, друзья. Пиф позиция на центре со второго медла. Ну и американская команда вместо попытки отхода и укрепления на позициях, которых у них не было, выходит на бэплент и отдается на верочку. Два в два ситуация. Прочекают ли Роуга? Да, чекают Роуга. Но здесь раунд не справляется с перестрелкой. И Гилберт остается один в два. Но свой минус сделал. Пиф зашел из дуги. Гилберт не знает, где будет игрок защиты. Но, по-моему, он уже понял, что это Б. Да, это банан. Он понял. Он знает. Попытка вывести на развод. И такая ошибка. Вместо оппозиционирования сам начал стрейфиться и стал идеальной добышей для Пифа. 6-8. 6-8. И последний раунд первой половины. Американская команда проведет без экономики. Что, собственно говоря, друзья, раскрывает нам одну интересную тайну и подтверждает тот самый факт рандомов на ланах. Опять же, 8-7. Как и на первой карте, вполне реально, вполне возможно. И Тиморби должны стараться. Но какая будет у шведов атака, совершенно непонятно. Ни одного матча Тиморбит не видел, если честно, вот за последние полгода. И то, что они на этом лане. Ну, на этом лане также команда НИП, команда Энвис. Должны были быть Титаны. Орбит это приглашенный коллектив. Проперти прошли квалификацию, если я не ошибаюсь. Напомню вам, что призовой фонд 25 тысяч долларов. Система проведения не гибкая и местами даже ужасная. Хорошая моменталка, кстати, от Пифа. Но Реа с реализацией... Ну, не понял, что там стоит 4 человека. Просто против двоих бы справлялся. Что ж, занятие комфортных позиций для клоудов. Ошибка на ошибке от Орбит. И попытка изменить ситуацию к лучшему от Мэкси. О-ля-ля! Чувак, ушел в дым. Попал. Провалиссимо, друзья. Это провалиссимо для шведов. При том, что полное. Имея гибкие позиции, четкую информацию, они просто не смогли сыграть более чем красиво. Ну, здесь уже нельзя отпускать такой раунд. Понимаю, это клоуда. Ну, и снайпер команды Орбит остается последней. Сейчас мы посмотрим, насколько он снайпер. Вау! Технично сыграл. Технично сыграл. Но не успел ретейкнуть девайс. И не успел сделать свитч. Паузу просит сразу же Скитон. Скорее всего, будут общаться. 9-6 первая половина. Ну и 8-7 мы с вами здесь не увидели. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, это не говорит нам ни о чем. Первая карта, конечно, хоть и за шведской командой. Американцы настраивались на борьбу. Ну и в случае, кстати, победы здесь команда Cloud9. Будет третья карта, это Cobblestone. Параллельно сейчас друзья уже должны были, по-моему, начинать не Пенви сыграть. Хотя у них фитернс по цету стоит через полчаса. 14 по цету. Также геймерс 2 property. Группа B продолжит играть, как я понял, в 16.00 по цету. И последние матчи пройдут в 19.00 по цету. Это Узеро А3 против Финнера А4. Что ж, матч продолжается. ГЛ, ХФ, Раш на Б, Плэнт, Пиф и фулл контроль от Семфиса. Привет первый, привет второй. Это какие-то черепашки от Давашки. В исполнении Тиморбит. Что хотели сделать, вообще непонятно. Даже без парных стрейфов выходили на дугу. Но это же вообще печаль. Ну и остается 2 тек-9. Один на арморе Роу. К толку от его армора вообще никакого нету. Что это было, друзья? Что это было? Скид в дым просто на морозе. Сносит Гилберта. Ну тут надо делать 3 в 3. Игроки Атайки на тек-9. Проход в Аплэнд. Но это будет эпично, если сейчас их здесь не примут. Шрауд не знает, куда деться. Шрауд! Шрауд! За контроль его уже! Шазам! Шазам сделал все. И сплит на Аплэнд был недоигран. Минус 3 в исполнении Шазама. Минус 2 в исполнении Семфиса. Крайне неадекватная игра на первом пистолетном раунде шведской команды. Счет 10-6. И Клауд-9. Как по мне, так сейчас они показали, где раки зимуют. Что ж, чекну пока, что твиттер слэм. Что такое грустное? А ну взбодрись. Да я взбодрился. Мне нужен просто уже перерыв. Нельзя быть полным сил, потому что я уже спать хочу, например. Да и турнир этот с задержкой начинается. И матчи идут как-то непонятно. И комментировать не совсем удобно, потому что, во-первых, их один. Во-вторых, опять же, гарнитура здесь просто... Я бы назвал эту гарнитуру Арал. Просто Арал. Так, ну что, по-моему, американцы потерялись, ребят. Они потерялись. Они не могут выйти здесь на нормальный комфортный ретейк. Они подошли под позиции. Они даже не попробовали занять яму какой... Ой, яму церкви в какой хэдшот от Роуга. Просто жесть. Гилберт, конечно, набивает свои фраги. Ну и знаете, Нофинг готов к этому чемпионату. Он показывает это своей статистикой. А вот TeamOrbit, по-моему, готовый здесь к луднайн отправить играть в нижнюю часть сетки своей группы, чтобы те выходили с огромными проблемами. Чекаю дальше твиттер. А вы тоже выступали? Так, скажи пики, что за выступали? Скажи пики, а мне... Я не знаю пиков. Опять же, админа турнира... Вы же знаете, что... Ну... Я, конечно, ничего не хочу сказать. Я просто веду к тому, что админы турнира были весьма... Великодушны. Просто первый день зафейлили. О пиках здесь и речи быть не может. Нам бы узнать вообще, какая карта и какой матч следующий, когда он начнется. Так, что ж, попытка занять дугу. Чек и должен быть ретейк от Клуднайн сейчас. Я не понимаю, почему они его не делают. Почему они не старались накинуть еще одну флешку. Она у них была... Гилберт просто перетягивается. Но не просто так, кстати. По действиям шведов Клуднайн сейчас нормально ориентируется. Это видно. Укрепили аплент. Но вот снова пошло повторное укрепление на Б после того, когда Пиф начал работать прострелами на дуге. Опять же, он здесь веселится в гордом одиночестве. Ну, а номера 3 и 4. Готовы пройти длину. Побежали на Б плен через КТ респау. О-о-о-о-о-о. Но это тупик, что я могу сказать. Это тупик. Все. Неправильное решение. И Тим Орбит. Играю. О-о-о-о. Два в два на морозе. Два в одного. Где гранаты. Никого не взрывает. Как так? Орбит выходит из этой ситуации практически сухими из воды. Тем не менее, Шрауду удается забрать Пифа. Чистного преимущества больше нет. Это раунд за Клауд Найн. Это раунд за Клауд Найн. Тим Орбит, конечно, едва-едва не вышли из этого сухими. Но вот в последний момент Шрауд не подсдал. Не подсдал и сделал свои два минуса. При том, что они яркие. Граната могла вообще двоих взорвать на пункте сразу. Но как все-таки грубо играют эти ребята. Но, конечно, от Тим Орбит решение было абсолютно неадекватное. Испугавшись закрытых позиций на А, друзья. Вот кошка делает мяу-мяу, собачка делает гав-гав. А что делают Орбит, непонятно. Пишут нам в Твиттере. Вообще, где логика? Один остался на дуге. Аркады нету. Но засада либо на Б, либо на А. Надо прочекать. Они просто не чекая на морозе идут, испытывая удачу. Сейчас, кстати, поджим на Б-планте в исполнении команды Клауд Найн. И размен до ситуации 3 в 3. Опять же, Гилберт просто не пропустит. Шазам и Шрауд уже в обратку занимают Аплэн. И из-за отсутствия действий пода агрессивных с Китоном Тим Орбит снова попадает в тупик. Тупик позиционный, тупик тактический. Да и вообще в тупик, по-моему, по всем фронтам. Чем дальше, тем страшнее. Скитон не стал выходить. Ну, на медле уже можно, в принципе, здесь делать. Американцам перекрестный огонь. Они, наверное, на это и рассчитывают. Либо это будет выпад от Шазама. В общем, любая игра до контакта, это... Это для шведов тупичок. Все, бомба упала. Ретейк Девайса. Два игрока пытаются продавить Шазама. Выпад. Спрейдаун. Уход обратно. Попал по обоим сразу. Красавчик. Несмотря на это, за ним все-таки пошел Мекси. Вместо опена на плент. Размен. 39 секунд. Ну, тяжелая ситуация от Скидона. И он не знает, где Гилберт. А Гилберт его уже просто обнаружил. Сдетектил. И без проблем с ним расправился. 12-7. Все-таки будет Кобблстоун, друзья. Скорее всего, будет Кобблстоун. На второй карте шведам абсолютно не везет. То выбор направления атаки. Идиотский. То вектор сменить правильно не могут. То еще что-то. Ну. Если так дальше пойдет, парней ждет, по-моему, печалька. Большая, огромная печалька. Тем временем, друзья, 34 минуты уже идет этот матч. На второй карте. Напомню вам, что счет по картам. 1-0 в пользу команды TeamOrbit. Они забрали карту кэш на овертайме. Выиграв в последнем практически. Без единого разрыва, как говорится. Тем самым, они поставили североамериканских фаворитов этой встречи в дикий тупик. В редчайший тупик, я бы даже сказал. И. Пока. Пока Cloud9 на этой карте показывает только то, что даже шансы не хотят давать. Хотят 1-1. Но третья покажет в любом случае, кто круче уж точно. Не будем в этом сомневаться, наверное. Какой нож тебе больше всего нравится? Ну что за вопросы, друзья, кухонный, конечно же. Конечно же, кухонный нож самый любимый. Для масла просто. Так, ну на дуге, конечно, хорошо начинает Cloud9. Снова попытка прессинга, при том, что неудачная. Грубые моменталки на центре. Смог, выход уже пост-флэш. И защита перетягивается на аплэнд. Cloud9 понимает, что на Б прохода не будет. Но вот опять же, этот прессинг на Б и Орбит просто не могут его выбить. Они боятся проходить к тачке. Они боятся запускать туда пифов. Хотя под флэш это все выбивается совершенно спокойно. Но в этом раунде они хотя бы успели занять центр первыми. И не дали попытку второго контроля. Мэкси хороший минус на 15. Тем не менее, еще три игрока на аплэнте. Попытка прохода. Врасплох против Мэкси. Смена девайса у Семфиса должна была быть, но не стал делать ретейк. Успел перезарядиться. Перетягивается на Б. Плэнд, Cloud9. Блайн знают, знают о том, как сейчас хотят сыграть шведы. Их будут встречать грубейшим Молотовым, друзья. Молотов от Шон Гейрса и... О-ля-ля. Все. Атака встала. Атака флэшка. Нет. Пиф проходит без блайнда. Посмотрите, есть шансы. Но Б3. Б3. Шон Гейрс. Есть минус. Закидка продолжается. Шон Гейрс привлекает к тебе все. Внимание. Хелпы нету. Надо биться до конца. Выпад. Хороший хэдшот. Последние секунды. Искитон ставит бомбу. Два в два ситуация. Попытка дать ретейк с кафеля. Запрыгивает Гилберт. Но не хватает чуть-чуть скилла, чтобы сделать минус. Два в одного. Шрауд. Нафинг просто его подставил. Сразу видно, что когда один игрок в составе прется, остальные выпадают. И вот здесь отданный раунд на 21-м. Доказывает нам, что Гилберду надо успокоиться. Потому что его вот эта нервная, нервная игра в стиле «Я все смогу, я все сделаю. Просто сейчас...» Вот он подарил. Он просто подарил раунд Тиморбит. Вместо простого выбивания, вместо того, чтобы дождаться тиммейта, просто пошел на кафель, чтобы задать жару. Боже мой, это все закончилось так печально для него. Ну, шведы понимают то, что есть шанс. Есть шанс. Опять же, ситуация абсолютно такая же, как и на первой карте, где американская команда получила заведомо хорошее преимущество, но не смогла справиться вот где-то со счета 16-18, 14-8 или 14-9. Где-то на таком счете не смогли остановить шведский камбэк и поплатились за это. В этом матче, в принципе, все может быть абсолютно тем же самым. Ситуация может развернуться абсолютно так же. Эти Морбит сейчас всячески пытаются к этому привести и свести все шансы американцев на нет. Но посмотрим. Что ж, два под Б3 на А, кафель занят, Клоуд Найн показывает нам хорошее укрепление на А, но бомба уже отправляется на Б плент. Кстати, мидл опасные позиции, игроки нападения уже покидают. Ну, Клауды опять же думают, что это будет слоу-плей на А, но вовремя понимают, что никого нету. Главку отдали, дым закончился, выход на Б и биф. Ну, хороший скиловой прием, опять же, Б плент. Самое главное то, что плент смогли закрыть, но может будет сейчас и фулл контроль. Да, Гилберт, хороший заход в спину, минус скитон. Три в три, проблема преследует команду из Швеции просто прям по пятам. Но немного справедливости, шрауд. Врыв на кафель есть, минус уходит в дыму, первого выцепляется, остаётся перест... Так, джампи, ну, забирает. Забирает всё-таки шрауды, американцы попытались сыграть на врыве. Ну и вот теперь мы видим повторение первой карты, друзья. 9.13, если сейчас ребята из Соединённых Штатов дадут слабину, а, кстати, экономики-то нет. Экономики у них нету, а вот и Морбит закуплены просто под завязочку. Если бы ещё... Вау. Если бы ещё ВП работало на уровне, было бы здорово. Что ж, сначала прагматичная граната на центр в ожидании выпада от Шазама. Шазам, кстати, не рискует, будучи... Ну, играя на ФАМАСе. И знаете, то, что присутствует ВП у Мэкси, это своего рода непредсказуемо... Непредсказуемость. И сейчас от него будет зависеть очень многое. Примечательно также, что в этом раунде удаётся занять дугу практически с первых секунд, и после первого дыма, возможно, мы увидим опенфраг в исполнении игрока атаки. Его задача сейчас начекать катушки. Ну, катушки чекаются, всё в порядке. Но он здесь может не уйти просто от прострелов. Опять же, Гилберт наказывает Аплен, забирает Роуга на коврах. Бейктура какая-то на Б намечается в исполнении шведов. И, на мой взгляд, сейчас мы увидим крайне дурацкий раунд, потому что им здесь просто не дадут зайти. Нет, нет! Первый сгорел, второй отправляется в лучшие из миров. Треть тоже. Это Скитон последний на размене, но здесь уже шансов у него никаких нет. Он даже не знает то, что ещё в пленте один остался стоять. Ну, 7пис его, конечно, троллит и добивает. Но, по-моему, Скитону нужно сейчас задуматься о том, что нельзя так, нельзя так. Выходить надо всем вместе. В общем, два раунда от шведов ничего нам не показали. Ну и камбэк в экономике для Клоуд Найн минус деньги у шведской команды. И всё, что нужно сделать Клоудам, это взять этот раунд, не дав взять 10 Тиморбит. Опять же, это выведет их экономику в ещё больший хаос. Ну и хаотичность действий помогает здесь немножко команде из США. Хаотичность действий шведов помогает команде из США здесь просто оставаться в тонусе. Опять же, первый фраг очень спокойный, лёгкий. Дефолтная позиция просто не чекнулась. Дабла от Гилберта. Ну, триплу от Гилберта надо и ничейка. Ничейка. Что ж, друзья, Джордан Гилберт, 26-15. Оборот избавил в два раза после первой карты. Тем не менее, здесь у него 73 очка. На первой карте было что-то в разряде 90. Точную статистику можете найти на Хелтворге. Там она просто... Ну, не знаю, её, наверное, будут все обсуждать после этого матча, потому что Гилберт невероятно хорош сегодня. Чек на Твиттер. Покажи, скитана у него нож. Найс так. Какие прогнозы на Кобл? Не знаю, кто будет на Кобле сильнее. Просто тут вопрос в том, что играют ли Орбит Кобл? Опять же, знаете, вот у молодых команд есть шанс зажечь, только тренируя такие карты, как Коблстоун. Здесь, по-моему, 16-9, как финалка. Меньшинство за командой из США, но, опять же, Гилберт и вставший Пиф. Ну, плен занимает. Плен занимает в ключевой ситуации, но, по-моему, из-за этой ошибки, из-за того, что лаганул КС у Пифа. Так, 2 в 3. Ну, что ж, тихое выбивание. Спрей. Да-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Как он попал по второму, вообще непонятно, друзья. Джордан Гилберт. 16-9 на второй карте. 31 на 15 набивает. Найфинг. Мы с вами увидимся на карте номер 3. Это будет карта Коблстоун, друзья. Чей этот пик непонятен. Но в этом, наверное, есть определенного рода прелесть и бонус для всех нас. Пока небольшая музыкальная пауза, после чего мы вернемся в эфир. Субтитры создавал DimaTorzok